Швеция пожалела о решении не вводить карантин по коронавирусу. Статья на РИА Новости за 3 июня 2020 года. Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл признал, что смертность от коронавируса оказалась слишком высокой. Об этом он заявил в интервью шведскому радио. «Если бы мы столкнулись с этой болезнью, зная все, что знаем сейчас, тогда, думаю, мы бы заняли промежуточную позицию между нынешней стратегией Швеции и тем, что сделал остальной мир», – сказал специалист. По его словам, Швеции стоило дополнить введенные ограничения другими мерами. Тегнелл также признал, что в стране произошло слишком много преждевременных смертей, но это можно было предотвратить. «Был способ помешать этому», – пояснил он. Тегнелл отметил высокую уязвимость перед вирусом пожилых людей, в частности, обитателей домов престарелых. «Мы знали, что эта возрастная группа уязвима в случае заражения, но не знали, что оно происходит так легко и быстро», – признался эпидемиолог в интервью газете. По его словам, Швеции стоило предпринять более решительные меры для защиты стариков, развернуть масштабное тестирование. Однако специалист считает неправильным вводить все меры сразу, как сделали другие страны, так как это не позволяет понять, какие из них эффективны, а какие бесполезны. «Возможно, мы узнаем это сейчас, когда ограничения начинают снимать по одному, и, может, отчасти поймем, что именно мы могли сделать дополнительно, не закрывая общество полностью», – заключил Тегнелл. «Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, всего насчитывается почти 6,3 миллиона инфицированных. 379 тысяч из них умерли. Швеция, в отличие от других стран, не стала вводить жесткие ограничения. Несмотря на распространение инфекции, там продолжали работать предприятия сферы услуг, школы и детские сады. Власти ограничились призывом к жителям соблюдать меры предосторожности. Сейчас в Швеции число случаев заражения достигло почти 38 тысяч. Более 4 тысяч человек скончались. Это в несколько раз больше, чем у соседей Дании, Норвегии и Финляндии. Полная версия статьи, вот по ссылочке внизу, в ИНОСМИ. Швеция пожалела о решении не вводить карантин по коронавирусу. Продолжение следует...